Здравствуйте, уважаемые зрители Мегаиндекс ТВ. Вы смотрите передачу «Секреты успешного интернет-бизнеса». С вами я, ее ведущий Леонид Гроховский. И сегодня нашим гостем стал Иван Бутенко и его компания DoCast. Да, все верно, абсолютно. Это компания, которая позволяет, это стартап, в котором вы можете оформить документы на сделку с недвижимостью. Да, все верно. Привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла в голову идея строить свой бизнес? Как давно вообще существует твоя компания? Началось это ровно три года, один месяц, один день назад. Это было в сентябре 2011 года. На тот момент я очень плотно работал в недвижимости и риэлтором, руководителем риэлторского агентства и решил, что хочется чем-то своим заниматься. И решил каким-то образом улучшить жизнь риэлторам и, соответственно, сделал так, чтобы работа их была эффективнее и с клиентами они лучше бы взаимодействовали. И дальше я создал... Дальше сначала я, собственно, решил сделать какую-то CRM, которая позволяла бы каждый этап риэлтора работы улучшить, сделать его более эффективным. сделал, походил по рынку и оказалось, что это никому не нужно. Потом я решил, что так что-то не так, пришел к топовым владельцам всяких разных агентств, ну не агентств, а этих площадок по недвижимости, там ВИН, РЦАН и крупные какие-то площадки, не знаю, говорит ли вам что-то об этом. Они мне сказали, что знаешь, Ваня, все, ты классно сделал, но на самом-то деле это нам тоже не надо. Я думаю, как так? И они мне ткнули пальцем и сказали, что вот из всего этого вот бешеного количества функционала сделай нам вот только про документы. И я пошел делать про документы. Вгрохал туда 5 миллионов 200 тысяч и... Та-дам! Пришел к ним и сказал, смотрите, ребята, какая классная тема. Они сказали, вау, нифига. А тема реально была полезная. Ну, представьте, что сделка с недвижимостью делается за 15 минут. То есть сейчас, например, на это тратится очень большое количество времени. Покупатель с продавцом встречается, риэлторы подготавливают там днями эти документы, потом согласуют, пересылают друг к дружке. И в конечном счете там находится 500 ошибок, потом еще на сделке они переоформляют, ну, переделывают все, и в результате сделка затягивается. Короче, куча проблем по дороге. И вот сервис, который может это сделать за 15 минут. И я вышел на рынок и сказал, 15 минут все будет сделано. И все у меня такие, знаешь, мы тебе не верим. Я даже, честно говоря, сейчас тоже тебя слушаю. Реально, да. Ну, как это, ну, в чем подвох? А так и есть, да, да, так и есть. И это, знаете, как сделать вид, что Кока-Кола на самом-то тебе белая. Вот. И Кока-Кола стала белой, и я ее сделал, и мне не поверили. Вот. То есть работающий реально классный функционал, который в конечном-то счете, в том первоначальном виде, в котором он был, он не работал. Вот. После этого я, собственно, начал общаться с аудиторией, пытаться понять, что же в результате им не нравится. И оказалось, что те риелторы, на которых я ориентировался, все те категории, на которые предполагалось, что будут покупать, оказалось, что они не хотят быть лучше. Они хотят работать по старинке, они уверены, что клиент им будет платить до этого потихонечку, и улучшения им не нужны. Тогда я очень расстроился, потому что я слил все деньги, которые у меня были, и в результате решил сконцентрироваться на тех пользователей, которые заставят риелторов работать эффективнее. Вот. Когда им будет нужен мой продукт. Вот. И в рамках этого же проекта мы сделали подпроект, собственно, который занимается образовательными различными мероприятиями покупателей, и в случае каких-то сложностей, собственно, помогает им их сделку довести до упора. То есть это как бы все в рамках доказательства, автоматизация сделок с недвижимостью у покупателей, у риелторов. Ну, вот он немножко трансформировал. Сейчас он находится как раз в стадии трансформации, и вот как только мы развернулись в эту сторону, у нас и проект стал прибыльным, и обороты хорошие, и там за последний месяц у нас в районе тысячи регистраций, на мой взгляд, это неплохо. Ну, и, соответственно, людям нравится, слава тебе, господи. Вот. Поэтому путь был тернист, нацелен на качественную работу риелтора с покупателем, но, к сожалению, вышло так, что приходится их заставлять быть, работать качественно. Вот, собственно, в чем смысл. Какой у тебя основной источник трафика? На самом деле очень большое количество каналов. Это и тизеры, это и CPA-системы, это контекст, безусловно, это баннерная реклама, это партнерские различные… А что работает лучше всего? О, хороший вопрос. Нельзя сказать… Вот, я бы даже переформулировал вопрос твой. А какие каналы типа хороши? Вот, например, да? Так или иначе у нас программа, я так понимаю, для тех людей, кто начинает делать бизнес. Я сегодня ехал и думал, вот, наверное, такой вопрос будет. И пытался придумать какую-то аналогию на эту тему. Представьте, что вы хотите есть, у вас есть ложка. Есть много разных таких тазиков, где-то с кашей, где-то с крупой, вот они перемешаны. Но если есть вы сейчас можете только кашу. Так вот, клиенты есть в любом канале. Только вопрос в том, их плотности там. Вот ложку туда запускаете, опа, не жуется, крупа. Есть сложно. А есть каналы в ней, оп, зацепил, как бы, и жуется нормально. Может, лучше красная икра и щебень? Не-не-не. Вся фишка в том, что способен ли бизнес переварить крупу. То есть ее надо сначала, как бы, засыпать куда-то в какую-то тару, сварить, посолить, помешать, довести до состояния каши и потом съесть. Так вот, в любом канале есть тот самый клиент, который будет платить вопрос в его степени готовности. И если бизнес изначально настраивается таким образом, что даже тот, кто будет через год решать свою проблему, то есть это вот крупа недоваренная еще, да, если бизнес способен это переварить и доварить ее в процессе, вот тогда любой канал будет адекватным и любой канал может быть прибыльным с точки зрения привлечения трафика. Скажи, а это твой первый бизнес? Были ли до этого какие-то еще попытки? Да, безусловно. Это не первый бизнес. Первый был… Первый раз я стал банкротом, потом я стал… У нас была компания, которая занималась грузоперевозками, и я с грохотом прогорел. Потом я понял, что единственное, что нужно людям… Ну, я же могу продавать конечную услугу, я могу какой-то полуфабрикат. И я начал продавать контракты, договоры. Начал продавать, ну, те же самые лиды. На тот момент я еще не знал, что это лиды, просто как бы готовых клиентов. И под это дело я создал второй раз компанию, которая хорошо функционировала, существовала. И в конечном счете, набрав определенный пакет клиентам, я, создав там тонну сайтов, я все это дело продал одному из своих клиентов. И потом, соответственно, ушел в недвижимость. А это тоже было в области грузоперевозок? Это да, там же было. То есть я хорошо знал эту отрасль, я мог выжимать очень серьезные, хорошие конверсии из Яндекс.Директа. Ну, соответственно, то, что умел, то и сделал. Примерно так. Вот. А, ну, как бы тебе вообще довелось поработать в офисе? И ты сразу начинал с бизнеса? У меня был тернистый путь. Я кем только не работал. Я работал, мне кажется, еще лет с 11. Но в конечном счете, если мы говорим про как бы более-менее близкий этап, то я работал дизайнером, я работал программистом в офисе. Вот. Даже мы в свое время георгиевскую леточку делали. Знаете, вот эту штуку, которую раздают всем подряд. Раньше она была немножко другой, а сейчас она несколько видов изменилась. Раньше это была прям такая крутая тема. Вот. В Рео Новости работал. Разные были, так сказать, как это сказать, ну, места применения талантов. Вот как-то так. А как вообще вот происходил процесс принятия решения делать бизнес? Это было легко? Или там наоборот как-то ты сомневался до последнего? Бизнес делается, мне кажется, кто-то его делает, потому что ему хочется детенка зарабатывать. Ну, типа развития. А кто-то делает его, потому что понимает, что ни одно из существующих решений не может привести к чему-то хорошему. Вот у меня это скорее было так. Потому что риелтор зло, так считают, гигантское количество людей, просто это нахлебник, присоска там и так далее. А я в свое время приходил в недвижимость, мне говорили, это круто быть риелтором. А потом оказалось, что это совсем не круто. И очень многие так считают, хотя я знаю бешеное количество профессиональных риелторов, которые как хорошие врачи, реально там с ними только деньги можно зарабатывать. Вот. Я решил как-то изменить это и помочь им стать эффективнее. Вот. И безусловно, в этом я видел свое развитие. В недвижимости я уже понял все. Я и спекуляциями занимался, и инвестициями, чего я только не делал. Вот. И хотелось уйти в управление, хотелось сделать что-то полезное и принести какую-то пользу в конечном счете. Вот я, собственно, туда и ушел. У меня выбор не стоял, идти или работать к кому-то. Я походил по собеседованиям, но понял, что все, что мне предлагают, это то же самое. Я вот ушел туда, в собственный бизнес. А какое ты видишь развитие для своего проекта? Ну, давайте я еще немножко все-таки углублюсь, что мы делаем на данный момент. Вот сейчас у вас есть квартира в Москве? Вы ее покупали, Алиана? Ну, сделка окей. Значит, сейчас каждый риелтор предполагает, что он, знаете, такой личный водитель. Вот вам надо перейти ехать из точки А в точку Б. И вы приходите, значит, на остановку, а там стоят таксисты и говорят, только с нами, как бы. Не можешь ты, как бы. Автобус не ходит, как бы. И на машине ты доехать не можешь. Только с нами, но и за 200 тысяч. И все риелторы уверены, что они молодцы. Ну, типа, что не может клиент думать по-другому. Но при этом при всем количество непрофессионалов просто зашкаливает. И мы сделали такую штуку. Пообщался я последний раз с большим количеством своих клиентов. Это вот, например, последние три недели я общался, наверное, часа по четыре в день. И, наконец-то, я понял, с чем мы занимаемся. Сформулировал там несколько предложений. Это было сложно, реально сложно. Смысл в том, что клиент хочет, готов платить только за то, покупатель готов платить только за те этапы, которые у него самому не получилось сделать. Вот. И платить 200 тысяч никто не собирается. И мы решили ему дать возможность. То есть это как научиться водить машину. Мы ему решили дать возможность обучить его всем правам. Потом сесть с ним в машину за руль. Пусть он ведет. Но в случае какой-то проблемы мы как бы руль подхватим и вырулим, если у него будет какая-то сложность. Вот. И вот в рамках этого как раз система подготовки документов и сделки, она очень красиво ложится туда же. Ну, как последним шагом. И вот у этой модели будущее гигантское просто, потому что нету ни одной причины, почему она не может не стрельнуть. Наконец-то я это сделал. Это и понятная абсолютно задача у покупателя. Понятно, когда его и где ловить, где его искать. Понятно, какую пользу мы ему приносим. Понятно, что это в том числе польза для рынка, потому что покупатель, который может сам купить, он уже может определить, риэлтор профессионален или нет. Вот. И поэтому останутся только профессионалы на рынке. Вот. И мало того, эта модель масштабирована на любой город. Ну, на топовые крупные города. Поэтому в ближайшей перспективе это Россия, а там по ситуации, так скажем, Бог даст. Скажи, пожалуйста, а вот с какими трудностями ты столкнулся в процессе развития этой компании? Трудности, мне кажется, возникают каждый день. Каждый день что-то происходит. Это, знаете, как сообщение с женщиной. Вроде добился как бы расположения. Цветы там, какой-то конфетный, букетный период. Да, и вот слава тебе, Господи. И ты вроде можно расслабиться. А нет. Ей кажется, что ты выделяешь ей мало внимания, и ты должен как бы постоянно что-то делать для того, чтобы сохранить хотя бы тот же уровень. Вот. Поэтому в бизнесе то же самое. Надо делать приятно своему клиенту, своему бизнесу, и тогда все будет хорошо. В противном случае вот это основная проблема, что забирает очень большое количество времени. Это постоянные какие-то изменения, которые необходимо делать. Это раздражает адски, честно говоря. Вот. А были какие-то очень неожиданно приятные моменты, когда ты там получал какие-то прям вау-эффекты от какой-то рекламы или там от какого-то вот применения новой технологии, чего-либо? Вы знаете, со временем точность растет, действий, и понимаешь, что... Ну, то есть раньше там гипотез миллион просто, и ты понимаешь, что вот если я эту попробую, эту, и эту, и эту, и какую из них пробовать, непонятно. А сейчас, перепробовав 100 гипотез и поняв, что вот это работает так, это всякое, это немножко похуже или получше, появляется понимание того последовательности действий. И вау-эффекта у меня, к сожалению, не возникло. Наверное, потому что я слишком много чего пробовал. Зря. Но сейчас есть понимание того, как этот вау-эффект, как его добиться в контексте некого резонанса, то есть и как сделать так, чтобы каждый клиент приводил несколько, например. И вау-эффект у нас впереди, слава богу. Но теперь понятно, как его сделать. Если бы ты не стал делать этот бизнес, какой бизнес ты бы стал делать? Есть ли вопрос переформулировать для наших зрителей, чем заниматься человеку, который сейчас сидит, например, с той стороны экрана и думает, что же мне делать? Вот я, например, в свое время делал, но сидел так же и думал. На самом деле есть единственный выбор, единственный правильный выбор. Вот вас что-то бесит? Либо вас что-то увлекает? И вот делать надо это. Причем, возможно, это не в самой классной отрасли. И, возможно, оно не суперприбыльно. Почему это надо делать? Потому что в тот момент, когда вы столкнетесь с конкуренцией и с тем, что самый дешевый трафик вы уже выбрали, выйдет на сцену необходимость биться, как бы кулаки в кровь разбивать. И все такие же конкуренты, как вы, они делают все то же самое. И если вы не будете как бы идти до конца, то они вас тупо сожрут. Поэтому начинать бизнес в чем-то можно, безусловно, но так или иначе он обречен на провал. Если ты не профессиональный запускатель бизнеса, то, скорее всего, это обречено на провал. Поэтому надо драться там, где ты хочешь драться и за что ты готов драться. Меня бесит, что риелторы через одного непрофессиональные, я хочу гордиться, чем что делаю. Например. А кого-то бесит что-то другое. Или кому-то что-то нравится другое. А что делать тем, кого ничего не бесит и кто вообще не знает, зачем он бесит? Заниматься практиками. Как им начать? Как им перейти от практики к бизнесу? Или вообще, минуя практики сразу к бизнесу? Возможно это? Да, возможно. У меня даже есть ответ. Мне кажется, что, ну, во-первых, любой бизнес, он это клиенты. Правит балом тот, кто умеет добывать этих клиентов, выстраивать с ними какие-то долгосрочные отношения и, собственно, зарабатывать деньги. Все остальные умеют экономить. У меня, например, есть знакомый, он говорит, я, он топ-менеджер, он говорит, я умею экономить и воровать. Как бы, вот, благо мне дают воровать на работе. Вот. И мне очень хочется тоже сделать бизнес, говорит. Вот. Ну, чтобы самому себе доказать. Но если мы говорим про то, куда надо идти, чтобы научиться, надо взять любую отрасль, которая вам знакома или в которую у вас есть какой-то знакомый у кого-то, прийти к генеральному директору любой компании, по-честному, любой, и сказать ему, вот у тебя есть бизнес какой-то, сколько тебе стоит клиент? У любой компании, где более или менее есть структурированный какие-то, ну, функционал какой-то структурированный, есть понимание операционной стоимости, да, каждого этапа. И вот есть стоимость клиента. И сказать, что я буду вам этого клиента продавать. Потом взять тупо Яндекс.Директ и какую бы стоимость ни назвал этот собственник бизнеса, так или иначе по этой стоимости можно продавать ему звонки, лиды, еще кого-то, еще что-то. Тем самым вы сделаете первый шаг к тому, чтобы ваш следующий бизнес был прибыльным. Потому что если вы найдете, начнете, например, с продукта, как начал я, то вы сольете кучу денег и этот продукт не будет никому интересен. Потом придется его все равно продавать. Поэтому начните вот с этого. И в тот момент, когда этот генеральный директор придет к вам и скажет, слушай, а сделай мне то же самое, вы продадите этот работающий лиды-генератор ему за очень большие деньги. И в этот момент начнется ваш этап в бизнесе. Ну, мне кажется, это самый правильный путь. Самый простой. были какие-то какие-то книжки в твоей жизни, которые кардинально меняли ход событий? Да. Посоветуй какие-то вот нашим зрителям. Сейчас вспомнить бы. Не помню, как зовут. Голдрад цель. Очень мне понравилась книжка. Когда совсем уже запутываешься и нужны ответы, там есть она. Голдрад цель. Про человека, который пытался поднять завод за три месяца. Это миллион книг есть по продажам. Спин продажи. Так, чтобы не сильно размываться. На эту тему есть отличный ролик 1985 года, где главный герой как раз доктор Хаус. Он раньше снимался в подобных роликах. Очень интересный ролик. Посмотрите, очень полезная тема. Прям очень полезная. Там прям четко про то, как надо продавать. Там он минут 18 идет. Из полезного миграция ценности. Сливодский, по-моему, написал. Не помню, как его зовут. О том, как то, что было ранее эффективно, те отрасли, в которых были какие-то понятные модели, почему они теряют маржинальность все бизнесы и так далее. Очень полезная тема. И, пожалуй, кстати, из-за этого, из-за того, что мы поняли, что ценность эмигрировала в нашем бизнесе, мы, соответственно, нашли и нащупали наконец-то за два года ту самую модель, которую можно и масштабировать, которая рентабельная, и ту модель, в которой пользователь получает максимум. А еще я бы порекомендовал, я даже не знаю, какая книжка это может быть, я на всяком случае пользовался, «Игриман, есть книжка про продающие рассылки, по-моему, е-мейл-рассылки, и вот там есть описание того, как общаться с клиентом, для того, чтобы вытащить из него его настоящий портрет клиента, обрисовать, с которым надо работать, целевая аудитория. И вот как раз понимание этой целевой аудитории и ее потребности позволит сдать ей офигенный какой-то продукт, который будут покупать за любые деньги. Потому что основная проблема это в том, что если ты что-то сделал, потом очень непонятно кому продавать надо и непонятно по какой цене. И вот я бы с этого начал. Все остальное это так потом. Скажи, а как поменялась твоя жизнь после того, как ты стал делать бизнес? Чего ты приобрел нового, а чего не хватает? Я приобрел ощущение того, что я могу что угодно. Реально в тот момент, когда ты понимаешь, тебя шмякает, ты поднимаешься, шмякает, поднимаешься, ты неубиваем. Реально очень такое классное ощущение. Ощущение того, что ты можешь подняться, когда ты проиграл все. Ох, оно дорогого стоит. Оно как наркотик, оно это как драться с кучей народа. Тебя все уже убили, ты уже лежишь весь в кровище, все уже, как бы, лежи, не вставай. Ты начинаешь играть музыка на заднем плане. Да, вот это очень полезный навык, на мой взгляд. Вопрос, надо ли оно кому-то, другая тема. Вот у меня, например, знакомый есть, у него очень такая понятная, хорошая позиция есть. Вот, говорит, выше головы не прыгнешь, ниже попы не сядешь. И вот моя задача, говорит, двигать попу вверх, уровень этой попы. Говорит, ну, топ-менеджером работает, он говорит, даже если меня уволят, я пойду учителем труда в местную школу, я все равно буду жить в своей квартире, и у меня вообще все будет хорошо. Вот, и очень многие как бы стремятся к движению этой попы вверх просто. Вот, вопрос в том, что они понимают, ну, в какой-то определенный момент они начинают сомневаться в своей способности сделать такие, научиться и сделать эти деньги первые. И очень большое количество топ-менеджеров в компании, я их лично знаю, в том числе в крупных, в крупнейших, когда с ними встречаешься, они говорят, что я бы хотел попробовать. У меня время уходит, и на самом-то деле, если у вас есть возможность, есть желание это делать, это надо делать. Вот, потому что потом такого желания не будет. Будет, там, я не знаю, жена, дети, дача, там, еще что-то, еще миллион причин, по которым нужно будет отложить. И вы себе просто не простите, это надо делать. Ты никогда не хотел стать бизнес-тренером? Мне кажется, что у тебя получилось бы. Нет, я не хотел стать бизнес-тренером, я хочу, чтобы у меня профессиональные были релторы на рынке. Это я хочу. Вот в ситуации, когда, ну, все, бизнес не удался, человек попадает в долги, сотрудников нет, он остается один. Как ему подниматься дальше? На что опираться? Вот, твои советы, твой опыт. Если правильно делать бизнес, этого не случится. Я объясню, почему. Но он уже сделал неправильно. Он уже там. Окей, значит, надо взять то, что получилось, вот эти все остатки, ошметки, и структурировать их до состояния, когда это будет коробка. И как только это будет коробка, эту коробку кто-то обязательно купит. Вот, например, вчера я общаюсь со знакомым, ну, новым знакомым, он мне звонит, он в другом городе находится, он говорит, у меня есть колл-центр, Вань. Он, соответственно, заточен под работу на московском рынке есть реально работающий колл-центр с софтом, с кучей народа в другом городе, правда. Вот, я убыточен. Все, у меня все пропало, все пропало, я говорю, я готов купить что-то, давай я беру. Всегда есть кто-то, кому-то это можно продать. Вопрос только в другом, что основная проблема собственника и того человека, который делает бизнес, то, что он не умеет делать коробку. он умеет кем-то управлять какие-то в пустоту решения, которые приводят просто к сотрясанию воздуха, что-то они вроде сделали, кому-то что-то продали. А на самом-то деле, вот набираешь новых сотрудников, не надо их учить, сделай систему, которая их будет учить, запиши видео, блин, уроки, чтобы она их учила, чтобы потом, нанимаешь, например, руководителя отдела продаж, не он их должен учить, а он должен делать систему. Тогда, если ты даже уволил руководителя отдела продаж, у тебя полностью убыточный бизнес, у тебя осталась система, и эта система стоит денег. Потому что всегда можно присоседиться к своему конкуренту и сказать, слушай, вот у меня есть работающая схема, давай-ка через нее пропускать. Если эта машинка работает так или иначе, это будет вопрос стоимости тех лидов, которые туда можно будет запускать. Всегда можно сделать ее прибыльно. Вопрос масштаба дальнейшего. Но вот я бы, пожалуй, поступил так. Не знаю, ну давайте на этой теме, ну я могу, конечно, туда еще углубиться, если оно надо. Давай, очень интересно. Ну вот, просто сейчас на рынке такая ситуация происходит, что, ну вот с диджитал агентствами, их закрывается в год чуть ли не больше, чем общепита. То есть, что кафе-рестра открыли-закрыли, что диджитал агентства открыли-закрыли. Вот, мы недавно с Василием Пироговым как раз обсуждали, вот, что же происходит на этом рынке. Вот, он мне нарисовал график, по которому получается, что на сегодняшний момент рынок уже перешел в ту стадию, когда бурного роста нет. Все, то есть пошла стагнация, рынок уже как бы в принципе поделен, теперь крупные игроки съедают мелких. Да. Вот, так что же, собственно, делать мелким, чтобы им, ну, чтобы они смогли себя продать крупным? Ну, ценится, я не знаю ничего про диджитал агентство, я знаю про свой рынок. И он еще похож. У меня только единственный момент в том, что, а что продают они в диджитал агентстве? Это, собственно, собралось три человека, которые один умеет давать контекстную рекламу, второй умеет рисовать картинки, а третий умеет программировать, да? Да, это значит все. Им нечего продавать, согласитесь? Да, ну вот, у них диджитал агентство и они мечтают все-таки о том, чтобы не разбежаться, а что-то дальше из этого произошло. Вот, смотрите, вот, я проведу налогию со своим рынком, да, потом, мне кажется, можно будет есть как бы толпа риэлторов. Вот, любое агентство недвижимости это просто сборище риэлторов. Они, значит, такие пришли, сели и работают. Вот, и вот в определенный момент, если собственник ничего не предпринимает, один, второй, пятый, тридцать пятый, вообще это тупо толпа людей. Ее никто не купит, она никому не нужна. Вы слышали хоть раз, чтобы, там, я не знаю, Сбербанк купил, или там какой-то крупный инвестиционный фонд приобрел, там, агентство недвижимости или диджитал агентство, то же самое, нет, потому что там нечего покупать. Вопрос коробки, они не умеют этого делать, они умеют, это хорошие фрилансеры, которые собрались вместе. Я такой же был в свое время, у меня, я тоже занимался интернет всякими штуками и выступал как проект-менеджер, да, это было очень давно. Вот, но так или иначе, продавать-то нечего, а вот если продавать, понять, что клиент, но самый утрированный вариант, это коробка, с помощью которой клиент сам может, собственно, сделать сайт, они уже есть. Тот вариант, который вы предложили, который обанкротится, это вариант нашего стандартного таксиста, который, типа личного водителя, садись довезу, но дорого, и клиент этого не хочет. Клиент хочет либо гарантий, гарантированного результата, вот что хочет клиент, максимального гарантированного результата, либо он хочет попробовать сам, но в случае, если у него не получится, он готов будет за это платить. И уходить надо либо в гарантирование результата, например, клиенту, вот если ко мне придет человек и скажет, что Ваня, я тебе готов сделать утрированным, там, пять лендингов, и конверсия будет вот такая-то, но заплатишь ты за них 300 тысяч, вот если он мне покажет, что я с них буду с каждого зарабатывать по 50 тысяч рублей в месяц, я куплю и не задумаюсь. Это будет дорого, это будет дорогой продукт, но они же этого не делают почему-то, значит, они сами в себе не уверены, насколько они крутые, вопрос, то есть туда уйти. Либо надо уходить в тему частичного обучения клиента и в случае, если у него не получилось допиливание. Вот, например, у меня сейчас, я сейчас на развилке, я либо уйду в очень дорогой сегмент, мы сейчас, например, с крупным одним банком и с крупным застройщиком договариваемся о том, что все наши клиенты, например, 800 человек в месяц, мы все дружно пошли и в течение месяца выкупили один дом, но этот дом будет нам продаваться таким образом, чтобы не платить за ипотеку, например. Вот, и застройщики, и банк, все уже, все собрано, осталось документы подписать. Вот, я либо уйду в тот сегмент, один из вариантов будет, либо я, соответственно, вот эту тему, я доведу ее до конца, вот у меня такой же выбор стоит, он же всегда стоит, абсолютно у всех. Ну, вот, вот, как-то так, мне кажется. У тебя сейчас сколько человек работает? Ну, всех, кто работает, я бы делил на две части. Первая часть, это те люди, которые обеспечивают крутящий момент, да, это там, это те люди, кто версткой, дизайном, тестированием, там, да, там, программеры, маркетологи различные, там, и так далее, продажники туда же, да, там, первоначальные какие-то вещи, которые происходят. Вот, и те, кто делает, вот, те, кто производит у меня это дело, их у меня 10 человек, месяц со мной 11. вот, те, кто это делает, дальше, их от 10 до 50, потому что, это, кстати, очень крутая тема, это к вопросу, почему при выборе ниши необходимо заниматься только тем, за что вы готовы драться, потому что, как только вы готовы драться, все те, кто не готов драться, они, короче, понимают, что за вас можно спрятаться, и результат, если будет, он будет совместный, а если будет проигрыш, то лицо набьют мне. вот, это очень полезная тема, потому что все они, все эти люди, вот, все эти специалисты, которые считают так же, как и я, например, они к нам встают в очередь и говорят, ребята, я хочу с вами работать, и получается, а клиент хочет, чтобы он не брал кота в мешке в виде риэлтора, и он хочет проверенного специалиста, проверенного человека, мы учим человека, чтобы он как бы мог различить риэлтора, и в результате гарантируем ему тем самым, что мы набираем только исключительно профессионалов, потому что он может сразу определить, профи это или нет. Так вот, грубо говоря, из кадрового резерва мы постоянно обновляем народ, и я могу сказать, что постоянно мы работаем с 10, а остальные по ситуации. Если есть, моргает красная лампочка о том, что данный человек не подходит, то мы, соответственно, меняем. Ну вот, сколько у нас работают людей. Так или иначе, задача все равно конечная, сделать так, чтобы продукт конечный, под конкретную целевую аудиторию, конкретного покупателя, чтобы ему было выгодно на каждом шаге с этим конкретным риэлтором. Вот в чем суть. Ты компанию планируешь в итоге продавать и идти во что-то еще? или ты вот пока что развиваешь и развиваешь? Знаете, я общаюсь безумное количество времени с консалтерами, различными, очень крутыми, и с людьми, которые занимаются бизнесом, бизнес-тренерами, вот там, с фри-акселератором, там, и так далее. Я не знаю. Честно. То есть, позиция вот этой драки, когда ты выбираешь, как бы, сегмент, в котором ты будешь биться, она не предполагает, что ты такой. «Все, ребят, я все продал, короче, ушел». Ты просто тупо бьешься. но понятно, что ты же с головой, ты же не будешь драться против там 500 человек, да, убьют. И понятно, что если нарисовывается возможность присоединиться с кем-то, кто-то большой и сильный рядом станет с дубиной, да, то вижу, понятно, я ему скажу, давай приходи ко мне, будем драться вместе. И, конечно же, я ему продам долю. Вот. Вопрос в том, насколько он крутой и сильный, насколько он тоже готов биться, и насколько мы друг друга дополняем. И мало того, кстати, ну ладно, эту тему я не буду сейчас трогать. Поэтому готов ли я как бы продавать долю? Да. За сколько? Ну, по ситуации. Вот. Потому что вполне возможно, что я сам на эти 20 городов выйду. Я умею драться. На этом поле уж точно. Поэтому вполне возможно, что я это сделаю сам. Не получится, значит, буду кого-то привлекать. Вопрос от зрителя Дмитрий. Угниченко. Какой самый красивый сайт по теме риелторов? Вов. Красивый. О, Боже. Я не могу сказать. Потому что, в связи с тем, что я в прошлом дизайнер, который рисовал убогие вещи абсолютно, я могу сказать, что все то самое классное, что я рисовал, как бы, когда я рисовал это сам, и когда я был просто дизайнером, не работало. Оно не приносило денег. Красиво, эффективно равно должно быть. Дизайн не ради дизайна, а ради, как бы, конечного. Самое красивое, это когда смыслы переносятся. Когда человек смотрит на страницу и понимает, о чем речь. Это очень сложно сделать. Вот красота, пожалуй, у нас скоро будет самый классный дизайн. Но ты не сам его делаешь. Тот дизайн, который есть, я рисую на коленке быстро. Я понимаю отлично, что я не очень хороший дизайнер, уж явно не хороший, и мы вот уже общаемся с очень крутыми дизайнерами, бренд, теми людьми, которые умеют как бы и неймингом заниматься, и упаковывать все красиво, и с точки зрения смыслов туда залазить, потому что как бы дизайн, дизайн уроиз. Можно нарисовать красивую картинку, можно нарисовать так, что человек, даже если это будет убого, оно тык и в тачку. Человек все понял, сразу позвонил, купил. Вот это цель. Эффективность, эффективный дизайн. Скажи, ну вот ты, я так понял, что сейчас у тебя свой отдел маркетинга, и все деды ты делаешь внутри себя. Нет. А как у тебя это организовано? У нас есть директор по маркетингу, это очень крутой человек, очень крутой человек, который умеет работать с площадками. Но последнее время, в связи с тем, с бурным, наверное, ростом регистрации у нас, и с бурным улучшением самого продукта, который мы делаем, к нам начали приходить люди, которые тоже хотят на этот рынок выйти, но они попробовали, у них не получилось 25 раз. Они к нам приходят и говорят, а давайте мы вам будем просто как бы звонки, заявки продавать, а вы, собственно, их обрабатываете. А мы это очень круто делаем. По-честному, у нас очень эффективная структура. И мы говорим, да, окей, конечно же. И сейчас есть несколько этих брокерских агентств, ипотечных агентств, которые, собственно, занимаются ипотекой, которые нам клиентов передают, им звонок поступил, они его сразу нам отдали. Есть лидогенераторы, просто люди тоже, которые, собственно, занимаются так или иначе, у них колл-центры есть, они нам отдают звонки, лиды, собственно, и мы дальше их обрабатываем. То есть это работа в сторону помощи людям вокруг изменения рынка, она на самом-то деле очень хороша. И конкурентов, не надо бояться конкурентов, конкуренты, когда вы их выращиваете, вы с ними заодно победите кого угодно, а вы на этом еще и заработаете по дороге. Это очень полезная тема. Если этот вменяемый человек, и этот вменяемый человек тоже может что-то положительное рынку дать, это круто. Надо ему помогать, заработать вместе можно гораздо больше. Вопрос от нашего зрителя. Есть ли клиентка по основному бизнесу с регионов? И подключился ли Крым? Я всячески стараюсь не работать с регионами пока что, поскольку мы там просто неэффективны пока что. Мы просто работаем по Москве и по Московской области. Хотя к нам приходят люди из Питера, еще откуда-то, Самара. И есть оплаты, и клиенты там есть. Но это скорее залетные такие ребята. Системно этого нет. Крым сам по себе у них это вообще на самом деле отдельная тема. Если кто-то ищет приложение своих возможностей, то представьте, насколько в Крыму сейчас все сложно делать. И те люди, кто уже разбираются в законодательной базе даже, оформление машин или квартир или юридические какие-то темы. Ох, я уверен, эта штука в Крыму просто вот так вот идет. Мне кажется, просто надо встать посередине площади и сказать, я, ребята, юристы, знаю российское право. Набегут. Ну, если кому-то это надо, едьте в Крым. Вас там все спасут и ждут. Окупаетесь в море? Да, да, да. Ну, что ж, потихонечку время нашей передачи подходит к концу. Если у кого-то есть вопросы, еще напишите обязательно их как можно скорее. Еще один вопрос мы сможем с вами разобрать. Вот. Ну, вот Елена Гринкевич уточняет красивое или юзабельное, но вроде ты уже об этом говорил как раз, да, что важно, чтобы было именно эффективное, а не красивое. Надо, чтобы звонили или регистрировались. Юзабельное это потом. Это все. Все от локавого на самом-то деле. Это... Ну, сделайте вы... У меня было пять версий нашего продукта. Вот в том виде, в котором он сейчас, есть еще одна версия. Ну, вот имеется в виду сервис о подготовке документов за 15 минут. Вот. У нас есть ядро аудитории, которое им пользуются постоянно, профессиональные риэлторы. Это небольшие риэлторские компании. Ну, это еще один из... Ну, то есть это первоначальный источник дохода, который, соответственно, из которого вычленилось все остальное. Так вот, мы итерационным процессом, итерационно, соответственно, улучшали сервис. Только для чего? Для того, что им было удобнее, им это и так было нормально. Каждый раз, когда мы что-то меняли, они звонили и говорили, вы меняете назад. Мне и так было нормально. Вот. Тогда зачем это делать? Для привлечения новых клиентов, возможно. Или для... Потому что вы умеете делать только это. Или потому что это самое простое, что можно сделать, подумать, как, блин, там изменить кнопочку. Вот у меня такая тема была. Но закопавшись в изменении кнопок и в новом функционале, вы в конечном счете просто сольете деньги. Меняйте только... Меняйте, если вам клиент говорит, что надо менять. Это прям очень важно. Если он не говорит, не надо делать. Надо делать необходимо и достаточное. Как только есть финтифлюшки какие-то сверху, это просто впаливо денег. Не более чем. Спасибо большое за эфир. Давай в заключение какое-то напутствие нашим зрителям, как им сделать эффективный бизнес. Тоже ехал, думал на эту тему, что бы я хотел сказать. Во-первых, надо начинать. Точно. Сто процентов. Вы потом просто не начнете. Надо это понять. Вы тупо станете старше, обрастете кредитами, гаражами, зимней резиной и прочей херней. Это раз. Момент второй. Эффективный бизнес вырастет из бизнеса, который нравится. Потому что улучшать можно только то, что нравится. Как только вы начнете вариться и дойдете до потолка дешевых лидов, дешевого трафика, вы поймете, что это такое. Поэтому эффективным может стать только тот, ради которого вы будете биться. Вот эту вот тему, эту систему, я бы к ней вернулся все-таки. А эффективность дальше, она же стоимость. Давайте так, я даже немножко в стоимость уйду. Не умеют у нас в России, к сожалению, делать, вот капитализацией занимаются, умеют продавать или перепродавать или еще чего-то. Надо научиться капитализировать то, что ты делаешь. Поэтому тот из вас, кто научится любое действие зашивать в программу, автоматизировать его, зашивать в скрипт, в обучающие какие-то, в регламенты, в документы, вот это будет круто. Потому что, опять же, я повторюсь, нанимаете человека, обучаете его, не надо его обучать, сделайте систему, которую вы будете обучать. Вы потратите на 2 часа больше времени, но в конечном счете этот навык приведет к тому, что куда бы ваш бизнес ни пошел, будет он убыточен либо нет, он будет стоить гораздо больше денег, чем вы в него вложили. И вот этот навык очень крутой. А самый апофеоз этого дела, это найти человека, который может за вас упаковать этот процесс. Вот это вот просто великолепие. И дальше эффективность родится из-за того, что вы сможете привлекать высококлассных специалистов, которые поверх всего того, что вы уже систематизировали, будут накладывать слоями следующие какие-то, раскрашивать красиво, да, и в результате даже самый дорогой специалист, который вы будете привлекать, он те изменения непоправимые, пользу непоправимую, которые он будет привносить в вашу модель, системно привносить, даже если вы уволите и будете бить друг другу лица, он все равно, его все равно будет выгодно, короче, брать. И вот отсюда родится эффективность. Вот что бы я хотел сказать. Наверное, так. Наверное, длинно получилось витей вата, но надеюсь, я донес смс. Большое спасибо. Пожалуйста. Друзья, на этом наш эфир заканчивается. В понедельник у нас будет очень интересная передача с Дмитрием Масленниковым. Это мой давний приятель, владелец школы серфинга и отеля на Бали. Мы для вас придумали интересный конкурс. Об этом расскажем в понедельник во время передачи. Подключайтесь к нам в 4 часа. На этом все. До скорых встреч. Пока.